О господи, что это? Это Evil Within, ребят, мы встретили какую-то женщину, девушку, и она нам помогает. Но вообще, какого хрена я телепортировался в какой-то дом, и тут бегает Котя за мной, ребята, Котя. Понимаете, в игре есть чёрная Котя, а у меня есть живая настоящая. Чёрт возьми! Потом объясню, пока наша задача ноги унести! Да, ладно, я, наверное, согласен. Вот он мёртв, он пал? Всё, он пал, да. Я беру патроны. О, 15 патронов, как много? Я ещё вот тут возьму, ладно? Пройду бензин на случай чего. Это звучит отступление, если всё будет очень плохо. Ты пока справишься сама. Да, да, да. Вот как всё можно окинуть патроны. Чёрт, я не ожидал, что это за девушка? Кто она, ребят? Что вы об этом думаете? Давайте поставим палец вверх, давайте соберём 200. Это совсем немного! За вот этого мёртвого зомби 200. За вот этого зомби 200, да. Я уже в десятый раз тут. Мне, мне норм. Мне просто нормально. Забери припасов пока можешь. Я слышу ещё идут. Ладно, но потом ты мне всё расскажешь. Чёрт, а где она сама? Постой, она лежит? Какого хрена я этого не заметил? Вставай, вставай, вставай! Сгори, сгори, сгори! Чё, молодец! Просто я думал, дробим, может, кому-то ещё достается. Кроме вот тому, который на меня нападал. Топтать! Обойдёшься, урог! Ааа! Чё-то не хотеть патронов упадать. Там вроде ещё лезут. О! И вроде лезут. Господи, это просто защита территории. Знаете, неплохо было бы, если бы добавили, как выразднуто, в мини-игру защиты территории. Мне бы очень понравилось просто стрелять в эту игру. Тира мало! Хотя, может, добавят. Может, тут это и будет потом. Ой-ой-ой, я не успел тебя затоптать, дружок. Защитили территорию. Пока всё получается. Не дай им себя окружить. Я тебя слышу. Я тебя слышу. Первое, что я сделал сегодня утром, когда проснулся, это пошёл в выбол визин, ребята. Потому что... Потому что эта игра достойна. На окне, Павел. Сидеть на окне. Ох ты! Да чёрт, азим, я бы свою прикрыть, знаешь. Прикрыл? Да, прикрыл. Ты тоже молодцов. О! Патроны кончились! Патроны ещё. О, класс! О, да! О, что-то большое. Что это за звуки? Это что-то большое. Берегись! О, это вот этот демон. Да как, коррэнти, завали! Да как, коррэнти, я уже их столько побитал, я их не различаю. Тот-мен, когда тебе уже пофиг, просто Костоланус вообще не боится этих слов. Он такой, да, как, коррэнти, чё это такое? Просто встать. О, господи, он слюни выпускает. Барсик, тихо. Тихо, господи, мой котик разъярился и превратился в демона. Вендика. Скоро ты упадёшь. У-у-у, она подохла. У-у-у. Господи, как же это было классно, да? Женщина, можно мы ещё с вами побоевим? Можно мы устроим свадьбу, на свадьбе убивать этих зомби, ребята? Я хочу свадьбу с этой женщиной. Наверное, вторая симпатичная женщина за всю игру, не считая азиатки, ребята. А сколько вы бы оценили эту женщину? Спасибо. От одного до десяти. Я была одиночка, отбилась. Я Эсмеральда Торрес. Я... Себастьян, знаю. Правда? Пока они утихомирились. Надо валить, пока новые не пришли. Который ответ на лицо оказался. Кто ты такая? Нет времени на кучу вопросов. Сейчас надо в убежище. По дороге поговорить. В убежище, да. Бери внутри все, что нужно. Я жду. Окей, сейчас проверю. Спасибо. Спасибо, господи. Как приятно, как тебя ждут. Ребята, то вечно, типа, беги, беги вперед. Ну, в принципе, я все взял, так что. Наверное, я пойду. Пойдем. Заповедник Юнил. Тут могут быть еще твари. Симпатично. Откуда ты имя мое знаешь? Кидман считала, что ты можешь появиться. Кидман. Сказала, если план провалится, она уговорит тебя помочь. И вот ты здесь, значит... Погоди. Я запутался. Какой план? Вытащить отсюда Лили. Иначе-то уничтожить Мебелс. Я так и знал, что Кидман предатель. Что такое? Это куда? Женщина, постойте. Я даже не знаю вашего имени, но... Черт. Дай угадаю. Это была дорога к твоему убежищу. Найдем другой путь, пошли. Не отчаясь. То есть, Кидман хотел уничтожить Мебелс. Ну да, Мебелс же ее заставил пройти испытания. Этот план. Кидман, ничего такого не говорила. Ну да, не могла же она вводить тебя в курс дела при всех. Сюда. Ну и... Короче, один поднимает, другой пролезает. Ясно. Я только... Подлезай! О, ты как? Да пролезай уже, пока на башку не уронила. Черт, вас не сильно. Женщина жил. Спасибо. Ууу, да у нее еще есть... Да ладно, не-не-не-не. Я не буду. Отдохнуть надо. Да ладно. Не такой уж я и старый. Правда-то? Нормально. Значит, все это время Кидман планировала уничтожить Мебелс. Что вообще? Это твоя жена планировала? Погоди, Мира? Так вот как она сюда попала. Она часть Мебелса. Вот оно что. Это бред какой-то. Придется подлезать. Спину не надорвите. Оказывается... Тебе бы стоило гордиться женой. Она крутая. И я пошла сюда за ней. Я не понимаю. Зачем ей присоединяться к ним? Она узнала, что Лили у них. И поняла, что их можно уничтожить только изнутри. Она пролезла внутрь и ждала нужного момента. Значит, все эти годы она была у них. Черт. В голове не укладывается. Да уж. Но давай не будем отвлекаться. Это разве не... Ааа, это нет, это не тупик. Черт, то есть оказывается моя жена пыталась уничтожить Мебелс вместе с Кидманом и вот этой наемницей. А можно мне не идти за женой? Можно мне с Торрес? Может, ты будешь моей женой Торрес? Моя стрёмная жена мне не нравится. Ну ты нормальная. Не совсем в моем вкусе, но пойдем. Надо туда забраться. Привет, кого бы вы выбрали? Миру или Торрес? То есть его жену или вот эту? Кого бы вы выбрались, у вас был выбор? Я, наверное, выбрала эту. Хотя, блин, из кого-то выбирать. Ну или Кидман. Кого вы выбрали? Кидман или Торрес? Кто... Кого бы вы выбрали? Все, она сейчас уйдет, я тут один останусь. Эй, ты про меня забыла, что ли? Что? Думал, я тебя тут брошу. Ну, на самом деле, да. Постой, дробовик-то у меня какой? Почему у меня на спине висит до сих пор старая версия? Почему у меня на спине висит до сих пор... Древняя версия, а что же вот этот? Нас всего четверо. Я, Кидман, Мира и Теодор. Теодор? Отец Теодор? Серьезно? Отец Теодор. Вроде он просто Теодор Уоллес. Знаешь его? Встречались. Он хочет вовсе не спасти Лили. Он хочет забрать ее. А еще он убеждал меня выследить миру. Именно он все и испортил. И как вы планировали действовать? Мира и Теодор находят Лили. Мы с Теодором ее выводим. Мира остается и разбирается с Мербиосом. А Кидман снаружи. Помогает нам выбраться из Стэм. Черт, все должно было быть так просто. Походу, план провалился. Ничего не было просто. Да и теперь Теодор у нас сошел с ума. Мира встала дем... Ууу, мир встала демоном. Это что, твое убежище взорвали? Твою мать, нам пизда. Ладно, ребят, идем. Нужно узнать, что с убежищем. Что такое? Черт, у нас проблемы, смотри. Может, это Мербиос? Вижу, горит что-то и что? Давай пойдем поближе, посмотрим, что горит. Что там? Не убежище взорвали, не склад оружия. О, черт. Видимо, про наш план кто-то узнал. А нет, не кто-то, это местные твари. Господи, что это? У него под тимогаз прирост к лицу. Вот и нет твоего убежища. Я бы не стала делать убежище у всех на виду. Оно спрятано. Но нам надо пробиться через этих тварей. Ты видишь, красный флак за тем домом? Да. Так вот, вход в убежище там. Я пойду первым. Держись за мной и не высовывайся. Да уж, слушай, я уже с такими сталкивалась. Если они горят, держись подальше. Следующий. Ха! В голову. Ну что, парень? Ожидал этого от меня, а? Засранец. Видите, болтярой всех убили. Все нормально. Черное место будет тут нормальное убежище, где мы сможем прокачаться и отдохнуть. Пока что такого не было. Не, ну хотя было в зеркале. В зеркале, по сути, все есть, ребята. Так что нам, по сути, ничего здесь не нужно в реальном мире. Просто дайте мне зеркало, и все будет нормально. О, а там еще двое. Их можно взорвать, кстати. Мы хоть кого-то из них убили. О, я что-то не рассчитал расстояние. То раздержите, я знаю, они злые. О, их много. Лучше бы их было побольше. У меня же куча патронов. Мне хочется их куда-нибудь засадить. На самом деле, я люблю монстров в игре много. То есть, когда на тебя прут просто толпы. Помните, как было в Resident Evil, в Revelations 2? Там были моменты, когда на тебя прет просто тонна монстряк. И это было классно. Это действительно было классно. Ух ты, ууу. Попробуй, ууу. Получишь его? Ух ты, его со спины защит нельзя взять. Значит, стелл... Сто раз, да. Бери его на себя. Сто раз, хватит смотреть на него, как барана на новые ворота. Господи, ухрена, он сильный. Я, пожалуй, прилечу сто раз, держи его. Что-то нереально сильнее обычных забей. Чипал. Ууу. А теперь мне что-то они разонравились, потому что я их не убиваю пачками. Ну, ладно. Это все не страшно. Это все не... Уууу, еще. Еще засранцы. Там где-то красная тряпка, говоришь. Пройти мы туда здесь не сможем. Не сможем. Жалко. Боятся пробивать, действительно пробиваться через этих тварей. Сто раз, тихо. Не выдай меня. То есть, видимо, если они горят, действительно лучше к ним не подходить. Нужно как-то их всех в кучу ответь. Хотя хрен мы их отвлечем в кучу. Они там молятся двое стоят. На самом деле, смотри-ка, я могу вот этих двух взорвать. Вот эти двое молятся. Ловите. Ловите мы бомбилю. Бомбилу поймали. Хорошо, молодцы. Парень, ты живой еще или ты просто так горишь? Хрен пойми. Вроде просто так горит. По фауну, по приколу горит. Постой, один там живой остался. Черт, я за... Окей, пока... Как я понимаю, пока он меня не видит. Ууу, все плохо. Давайте рискнем. Черт возьми. Рискнул я, правда? Нет. Торрес, спасибо. Да, спасибо. Окей, он не горит. Давайте попробуем его, пока он не горит. О, да, пока он не горит, значит, можно. Ну, Торрес это, в принципе, сама сказала. Ну, намекнула нам, что пока они не горят. Можно. Зато их больше падает... Геля. В этом есть плюсы. Я знаю, наверное, я должен где-то испугаться, но... Где красная тряпка, о которой ты говорила, Торрес? Или я ее пропустил? А, вон она, там. Ладно, пойдем. Пойдем. Где, кстати, была огнеметчика? Он что, ушел? Будем надеяться, что он ушел. Что-то классно видеть новых врагов в середине игры. То есть, что-то, эта игра, она... Evil Within действительно, я бы сказал, лучше первой части. И продвинулось то, что... И враги новые, и много чего нового. И на половине игры буквально просто вектор меняется. Все изменилось. Вектор происходящего, то есть. Ну, можно и так, конечно. Хотя я надеялась действовать немного потише. Давай, залезай. Я внутри. Что дальше? Что пошло не так? Возможно ли выжить в этом мире в принципе? Мы это узнаем. Дома стены помогают. Ну и в убежище тоже. Ты только не пугайся, когда увидишь, сколько у меня там взрывчатки. Она совершенно безопасна. Ну, пока я не установлю запах. То есть, понятно теперь, почему тот дом взорвался. Да. Кидман должна была вызвать кого-то нормального. Можно мне нормального напарника, а не безумца, который помешан на взрывчатке? Ну, можно мужчину. Я не против. Я не сексист. Мне будут патроны. Ммм. Может быть для снайпера? Давайте взрывные болты прикупим. О, четыре это много. Возьму два. Плюс пистолетные патроны. Чтобы всаживать их в голову. Плюс я захожу. Не есть. С4 не есть. Убить. Он ненормальный. Убить. Его обиталище просто мечта Инквизитора. Меня должно бы радовать, что Лили не у него, а у Миры, но... Что? Лили у Миры? Да. Но я не уверен, что это хорошо. Она изменилась. Это место на нее как-то повлияло. Мир раскрывается, защищая Лили от Теодора. А он явно ни перед чем не остановится. Если я остановлю его, может Мира придет в себя и мы вытащим Лили отсюда. Значит, мы должны убить Теодора? Да. Но сначала его нужно найти. И как это сделать? Мне помогал Анил. Я свяжусь с ним. Но сперва надо бы доложить Кидман. Ты только не скажи, чего лишнего по этой штуковине. Наверняка над Кидман сейчас нависает этот ящер. Рептилоид? Тот в костюме? Я так и знал, что это рептилоиды иллюминаты. Себастьян? Где ты был? Нашел Стефана? Даже больше. Я его уничтожил. Хорошо. А Лили? Ее я опять упустил. Очень жаль. Какие-нибудь зацепки есть? Есть хорошая новость. Я вышел на агента Торрес. Ее сведения были бесценны. Очень хорошо. О, бесценны. А плохо то, что кое-кто посильнее Стефана тоже рвется к власти. И для этого ему нужна Лилия. Торрес сказала, что ты тоже его знаешь. Он так красиво говорит. Черт. Думаю, я знаю о ком ты. Я отправлю кое-что полезное тебе в кабинет. Держи меня в курсе. Я всегда помогу. Я знаю. Я доверяю тебе. Черт возьми. Ладно. Вернемся к нашим делам. Наши отношения скидну. Немножко тронулись с места. Это Себастьян. Ответь. Что-то не так. Попробую его найти. Не говорите, что меня... Держи на готове оружия и взрывчатку. Когда я найду Теодора, мне понадобится твоя помощь. Отсюда есть выход в сеть? Да. В той комнате есть компьютер Мебилса. Попадешь к выходу 72. Отлично. Я свяжусь с тобой. Держись Торрес. Отто. Удачи, Себастьян. Черт возьми, это будет боль. Опять идти через сеть, через канализацию, через дичь. Глава 11. Воссоединение. Криоболт. Это болт для арбалета. При попадании замораживает врага. Большинство противников просто разлетятся на кусочки. Но некоторые лишь на время заморозятся и даже останутся невредимы. Черт возьми. Ну, классно, что у нас хоть что-то новое появилось. В остальном... Дневник Торрес. Запись в веке сделана красивым женским почерком. Последняя запись в веке... У, красивым? Не могу точно сказать, как давно я жду возвращения мира и Теодора. Время в кистем ведет себя странно. С исчезновением Ниля это усугубилось. Единственное, что я знаю точно, они до сих пор не вернулись. Если я умру здесь, то хочу, чтобы тот, кто найдет тот дневник, знал. И вошла сюда по своей воле. Очень давно я сделала одну вещь, о которой сожалею. Поэтому я здесь. Жду возможности вытащить отсюда Лили. Это мой последний шанс на искупление. Даже, может быть, начало новой жизни. В любом случае, я поддерживаю план. И придерживаясь его, я доведу дело до конца. Что бы ни случилось. Но сейчас что-то явно пошло не так. Что-то пошло не так. Раз так, мне нужно искать помощи. Как и сказала Микитна. Но здесь все жестко прямо на глазах. Но ведь я смогу его найти, если его отправят отсюда. Окей. Отправят отсюда, господи. Сюда. Сюда. Вот что значит не спать по ночам и играть в Evil Vizin. Просто вчера ночью опять играл, ребята. Невозможно оторваться. Evil Vizin. Лучшая игра. Нет, серьезно. Без оргазма. Лучшая. Ну, по-своему, лучшая. То есть, я бы не сказал, что это лучшая игра в принципе. То есть, Тени Морда, Тени Войны мне тоже нравятся. Но по-другому, ребята. Вот из этих двух игр. Какая вам больше нравится? Тени Войны или Evil Vizin? Мне интересно. Мне нравятся Тени Войны именно за осады и крепостей. Здесь другое. Здесь ты выживаешь. Знаю, по мнению скажешь, но я люблю выживание. Просто мне нравится такое вот выживание. Типа Evil Vizin. А не что-то типа там. Battle Unknown, Battlegrounds и так далее. Хотя игра по-своему неплоха. Уу, а тут что-то есть интересное? Ладно. Время отправиться к Таньке на отпуск. Что же она в моем кабинете оставила? Что это? Ах ты, кусочек слайда. Черт, ну это хорошо. И агент Торрес на доске не появилось. А, у нас есть Стефана на доске зато. Охотится на души потерявших надежду, притворяясь, что у него есть ключи от счастья. Я начинаю понимать, как он действует. Ясенько. Это внушает надежду. Слад голос ангел и призракник дьявола. Но все равно надо быть поосторожнее. Он многих успел оболванить, а отправить в стэм. Ясно, значит, что он все-таки засравился. Сумел влезть в самую сердцевину плана, чтобы обернуть все в свою пользу. По его почерку сразу видно, что он психопат. Бог ты мой. Такое ощущение, что это писал сам Зодиак. Кидман, у меня был серьезный разговор с Мирой. Твоя ситуация вызвала у меня сочувствие. И я думаю, что можно предпринять еще какие-то шаги по решению твоей проблемы. Давай встретимся сегодня в 10 вечера около театра Ниссанца в Кримзон-Сити. Убедись, что с тобой никого не будет. Ууу, никого не будет, заинтересно. Он же и, кстати, не молодой. Ну да, с виду он кажется хорошим. А потом он такой, типа, покайся, сын мой. Или ты сдохнешь. Кстати говоря, фигурка, которую мы нашли, вот же она. Fallout, ребята, отсылка, отсылка к Fallout. Ну, потому что Bethesda, ребята. Кстати, у Bethesda сейчас большинство игр делаются на одном и том же движке ID-Tech. То есть вот Doom сделан на том же движке. Wolfenstein новый будет. И вот эта игра, они все сделаны на модификации одного и того же движка. Именно поэтому они, в принципе, чем-то похожи даже. Господи, мне надо киску прогонять. Хотя ладно, посмотрим. Эй, Кидман, что там у тебя? Я тут думал о нашем первом совместном деле. Когда мы служили в полиции? Ограбление ломбарда? Ты в одиночку раскрыл этот случай. Я был впечатлен. Все это благодаря тебе. Ты взял меня под свою опеку и всему научил. Держался со мной на равных. Жаль, что у меня раньше не было такого наставника. Я хотел помочь тебе стать одной из лучших. Но ведь все это время ты работала на них. Меня направили. Мы направили к вам, чтобы я следила за тобой. Убедиться, что полиция не будет нам мешать. Как жаль. Ты могла бы стать отличным копом. Я не была бы так уверена в этом. Досье, с которым я поступила в участок, было поддельным. Я большую часть детства провела в колонии. Когда Мёбел в них у меня, у меня был выбор, пойти к ним или в тюрьму. Несложный выбор для 20-летней девчонки. Выходит, я тебя совсем не знаю. Я так долго работала в Мёбиусе, что уже не уверена, знаю ли я сама себя. Что-то мне подсказывает, что твой бунтарский дух не сломлен. Мне тоже, а мне тоже что-то это подсказывает. О, котяшка, я чуть не забыл, спасибо. Киса очень добра ко мне. Кис, 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 кис. Можете погладить? В конце игры ты хоть дадите киску погладить. Ну вы задолбали. В игре есть киску, её гладить нельзя. Извращаться. Киску гладить нельзя. Я хочу киску гладить. Ещё не накопил. Я тут подумал, может с ней пообщаться? Мы же со всеми общаемся. То есть, давайте... Позволь ещё спросить, пока я не ушёл. То есть, да, мы же со всеми общались. Давайте раскроем, раскроем секреты. Может быть, тебя что-то нам расскажут, интересно. Или даст, доп. задание. Как ты меня нашла вообще? Я утопал в крови в логове Теодора. А в следующую секунду оказался в том доме с тобой. До сих пор не понимаю, как ты нашла меня. Я тоже. Я искала припасы возле своего убежища. А потом услышала голос девочки из того заброшенного дома. Лили? Пошла проверить. Девочку не нашла, зато нашла тебя. Как будто меня к тебе привели. Это Лили привела. Это наверняка была Лили. Но как? Кто же знает, как и почему здесь всё происходит? Стэм была непредсказуема ещё до того, как Лили исчезла. А уж теперь я перестала даже пытаться что-то понять. Я думаю, дело в том, что Лили признала во мне папу и хочет, чтобы папа жил. Лили молодец. Лили хорошая. Ой, извините, пожалуйста. А, девочка. Какую роль во всём этом играет Теодор Уоллес? Теодор придумал отправить сигнал через Стэм. Но теперь мне кажется, что он просто хотел сам захватить Мёбиус. Чёрт. Знала же, что нельзя ему доверять. Он скользкий, как змея. А, правовенники. Но он бездат он умеет. Уж этого у него не отнять. Наверное, ещё и педофил. Он говорит, что хочет помочь. Да. Я знаю таких людей. Они втираются в доверие, а потом втыкают нож в спину. Чёрт возьми. Знаете, эти священники католические. Южный парк, католические священники, педофили. Вы знаете, вы знаете, к чему я веду. Я не пытаюсь ничего сказать. Я просто рассказываю, что в Южном парке некоторые вот такие ребята, типа Уоллеса, ведут себя не очень хорошо. Я ни на что не намекаю. Поверить не могу, что за всем этим стоит Кидман. Она послала меня в маяк. Она была рядом, когда Лили подключали к Стэм. С чего вдруг она решила предать их? Именно. Ты человек со стороны. Ты не знаешь, какая Кидман на самом деле. Ей приходилось скрывать своё истинное я, чтобы подобраться достаточно близко для удара. Но почему именно сейчас? Почему не тогда, когда они создавали новую Стэм? Нам нужно Стэм, чтобы отправить сигнал для уничтожения Мебиуса. Когда Лили была избрана ядром, Мира и Кидман решили, что верный момент настал. И при нынешнем раскладе это может быть наш единственный шанс. А как можно отправить сигнал, чтобы их уничтожить? Что это за сигнал? Что всё взорвалось? Но это бред. Говоришь, Мира должна была остаться и разобраться с Мебиусом. Как? Именно. Но с помощью Стэм у всех сотрудников Мебиуса в мозг вживлён чип, который позволяет входить в Стэм без последствий. Чип даёт допуск и преимущества, которых нет у обычных граждан. И вы позволяете вживлять себе эти штуки? Но особого выбора у нас нет. Мира должна была отправить через Стэм сигнал, который нейтрализовал бы всех членов Мебиуса через их чипы. Типоконтролируемая массовая лоботомия. Своеобразный способ решать проблемы. Если мы этого не сделаем, Мебиус просто вернёт Лили в Стэм, а нас перебьёт за измену. Иначе никак. Чёрт возьми. А, знаешь, в твоих словах есть рациональное... Да, господи, не то чтобы рациональное зерно. Конечно же. Какие у нас ещё варианты, ребят? Не, мне нравится. Мне нравится. Перебить Стэм, уничтожить всё раз и навсегда. Третьей части не будет. Вот это единственное, что печал. Интересно, где мы... О, сигнал попал. Поймал. Где мы окажемся? Nature Preserve. О, я знаю это место. Там ворота были закрыты. То есть я примерно даже представляю сейчас, где мы находимся, ребят. Я думаю, что я знаю это. А вы знаете? А что это? Конденсатор? Это приносной конденсатор. Используется в лаборатории для охлаждения. О, я понял, для чего он нужен. Замораживаю. Замораживающие стрелы. Хотя нет. Я думал, что это в другом месте находится. Вход на почту. Да или вроде там, где я думал. В любом случае придётся побегать. Господи, мы на другом конце Стэм, понимаете? Унил находится в одной части города. Мы сейчас совершенно другой. То есть мы ближе к тому месту, где мы победили того засранца. Художника. Постой, ну окей. Давайте исследуем. Нужно как-то открыть. Окей. Старая добрая игра в лампочке. Ещё четыре надо. Надо, Женечка, ещё четыре лампочки. Окей. Да, в принципе, всё надо включить. Опа! Впервые, кстати. О, а тут у вас новый декор, как я понимаю. Похоже, здесь побывал Теодор. Возможно, поэтому я не смог связаться с Унилом. Тут поблизости убежище Хоффман. Надо к ней заглянуть. Да. Оно, кстати, самое ближайшее. Чёрт, надеюсь, Хоффман живая. Я думаю, лучше всё достать пистолет. Ну, чтобы быть готовым. Кстати, за этой дверью, значит. Давай, да... Постой, надеюсь, это не Хоффман? Чёрт, фух. Слава богу, это не Хоффман. Жалко, что мы не можем здесь встретить агентов Мёбиса. Вообще, я бы хотел перестрелку с реальным оружием. Я помню, в какой-то игре это было. Что появлялись живые люди с реальным оружием. По-моему, даже в первом Эвел Визине. Но я точно не помню. Бывали такое или не было. Давайте проверим эту комнату. Заперто. Ну, да ладно. Ууу, мне не нравится, что тут сюда кровь идёт. Видимо, падра и сюда зашёл. Чёрт возьми. Чёрт возьми. По-моему, это Хоффман. Наверняка из неё сделают монстра японского. Она же идеальный кандидат. Мой коммуникатор получает твой сигнал. Ладно, это неважно. Где ты? Что? Это ж на другом конце лаборатории. Закрытая зона. Нам запрещено туда ходить. У нас нет допуска. Как ты? Ладно. Я поняла. Да, встретимся там. Будь осторожней. Он Нил оставил убежище и ушёл в запретную зону сети. Не похоже на него. Чёрт возьми. Я думаю, я думаю, что его... Что это обман. Его выманили. Взять под запал. И давайте посмотрим, что она читала. Записи Хоффман. Время вернуть Стэм. Время внутри Стэм всегда обладало странными свойствами. Но исчезновение ядра и распад Юниона усугубили эти странности в 10 раз. Эти изменения стали ещё заметненько. Себастья начал своё противостояние со Стефана. Боюсь, он проиграл. Я пристально слежу за событиями через камеры системы безопасности. Изменился не только Юнион. Завершение распространилось и на саму сеть. Она меняется, перестраивается. Словно из ниоткуда появляются предметы. По коридорам бродят непостижимые ему создания. Только что-то чертовски серьёзное может заставить меня теперь покинуть убережье. Но кто знает, сколько ещё убережье будет оставаться безопасным. Чёрт, да, это вопрос. Кстати, давайте всё-таки к Таньке зайдём, потому что... Поставь, куда вот этот проход ведёт? А, это на почту. То есть, в принципе, при желании мы можем туда вернуться. Вот вопрос того, а можем ли мы вернуться в самую первую часть города, где мы были? Хочу с Танечкой поговорить, соскучился. Танюха! Похоже, вам снова нужна помощь, детектив. Да, обсудить хотел события недавно. Вы вернулись. Новые знания потребуют от вас новых умений в свете предстоящих испытаний. Если я чего-то не знаю, могли бы просто рассказать, а не морочить голову. Если бы я только могла. Но в этот путь вы должны отправиться один. Но я не один. Есть те, кто мне помогают. Торрес, Хоффман, Онил. Они просто ваши спутники. Открытие вы должны сделать самостоятельно. Открытие и открытие себя. Именно это делает Стэм такой интересный. Оксана, что она говорит про Стэм, как будто она, ну, не часть системы. Она, скорее, часть моего сознания. Мы открыли с вами сколько ящиков? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь из двадцати четырех, по-моему. Ладно, ребят, всё, отправимся обратно. А теперь нас ждёт запретная зона. Нас ждёт она в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, ребята. Скоро увидимся. И пока.